Международный семинар по национальному боевому искусству Шот Санлад начинается с официального приветствия. Сегодня тренеры, судейская коллегия и спортсмены будут углубляться в теорию боевого искусства, чтобы гарантировать успешное проведение предстоящих соревнований. На официальное открытие семинара приехал первый заместитель председателя правительства республики Магомед Явлоев и исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Руслан Белхароев. Разрешите мне от имени главы республики Ингушетия Калиматову Амудали Макшириковичу, вас всех сердечно поприветствую. Развитию спорта главой республики уделяется пристальное внимание, развиваются все виды спорта. И развитию нашего ингушского национального вида единоборств будет уделено особое пристальное внимание. Непосредственно мною, как первым вице-премьером, который курирует спорт, а также нашим министром спорта и физической культуры. Уверен, что наш семинар пройдет на высоком организационном уровне. Вы изучите правила нашего национального вида спорта. Будут открываться огромное количество федераций по всей стране. И я уверен, что не за горами и ответили нашей федерации в мировом масштабе. Удачи вам во благо спорта. Организаторы приступили к основной части мероприятия. Тем на семинаре многое и начали его изучение терминологии. А команды в национальном виде спорта будут использоваться исключительно на ингушском языке. Терминология – это не мое, так сказать, введение. Это требование закона Российской Федерации о признании нового вида спорта, который принимает совершение высокой комиссии Министерства спорта Российской Федерации. Семинар плавно переходит к правилам поединков. Для начала всех присутствующих знакомят арсеналом приемов национального вида спорта. Удары, стойки, броски. Основатель ингушского боевого искусства Магомед Гирей-Сукиев на своем примере показывает все упражнения. У нас активность защиты, начиная от атаков, не отбивая защиту, а руки еще раз. А дальше и терминология. Международный семинар проводится перед галл-турниром, который 24 августа пройдет в Ингушетии. В нем примут участие более 40 борцов из России, Грузии, Казахстана, Таджикистана и Армении. Национальное боевое искусство начало набирать популярность не только у ингушской молодежи, но и за ее рубежом. Шот Сан-Лад в первую очередь нас заинтересовал тем, что уникальное единоборство отличается от всех единоборств, которые мы раньше выступали. У ШИСанда и еще другими единоборствами. Тут больше нас заинтересовало то, что это национальный вид спорта. И у него есть такие техники, такие тактики, что ни в одном мы не видели национальных видов спорта. Шот Сан-Лад – ингушский национальный вид спорта, тотального боя, который включает в себя симбиоз ударной и бросковой техники. Он создан на основе исторических, воинских и спортивных традиций ингушского народа. А спортсмены, занимающиеся этим видом спорта, подобны бьющему хлысту. Многие из присутствующих уже заинтересованы в создании в своем субъекте Федерации национального боевого искусства Шот Сан-Лад. Сейчас идет, как бы такая, в хорошем смысле, экспансия извне. То есть, россияне, наши ближайшие соседи, решили у себя развивать, интересуются. И предложили, они нам предложили, как бы давайте мы приедем к вам и там на месте. Это было еще сказано где-то примерно полгода назад, когда вот вышесказанный вот этот чемпионат России проходил в Одинцово в Московской области. Вот, и я подумал, почему бы нет. Санкт-Петербурге уже федерации, яхайелыш, садал этим, яхту бян, ханс, дабыл бяпуах, зболх. Огусы тэгэн, венбальгмингу, хабякка тренер жбы, спортсмен жбы, спортсмен жбы. Спортсмен жи, турнира, да, кладзян бякка ба, а хабякка цар тренер жи, в шот-сан-латах, лято правило жи, цыгачь, фуде ищи, фуде ищи, от судейства, миштхалгиз, зерик, шихалгиз, штайпани, амди и бякка, иштхая, симонария. От гала турнира ждут зрелищных боев. Между спортсменами он способствует популяризации ингушского вида спорта за его пределами. Мероприятие проводит Федерация тотального боя шот-сан-лат совместно с Минспортом Ингушетия при поддержке главы региона Махмуда Али Калиматова. Зелимхан Кулоев, Адам Гулоев, Акрамат Доскоев, Магаз, 24.